В первые месяцы жизни часто бывает, что малыш резко начинает плакать и капризничать. Наиболее распространенная причина – кишечные колики. Они могут появиться, едва крохи исполнилось 14 дней. Чтобы гарантированно преодолеть данную проблему, специалисты считают необходимым применение различных методов, в том числе медикаментов, а также принятие малышом теплой ванны. В то же время можно выделить наиболее оптимальный способ, как помочь ребенку при дискомфорте во время коликов, и это массаж. Если колики постоянно беспокоят ребенка, необходимо прибегнуть к массажу животика непосредственно перед тем, как осуществить процесс кормления. Данная процедура займет 5 минут. Перед тем, как приступить к массажу, необходимо в течение пары минут согревать кожу живота. Для этого нужно нагреть пеленку. Можно прогладить утюгом или положить на полотенцесушитель. Затем ее нужно сложить в два слоя и положить на живот малыша. Во избежание сползания ткани ее необходимо придерживать руками, а спустя несколько мгновений убрать, что позволит согреть живот. Во время выполнения массажа не нужно пользоваться специальным маслом или кремом. Если использовать крем или масло, то придется столкнуться с тем, что будет приложено больше сил во время массажных движений. Достаточно припудрить руки присыпкой, если есть необходимость. Аккуратное поглаживание живота с плавными усилением нажима и перехода к едва ощутимому надавливанию. Для этой цели стоит изобразить ладонями домик, чтобы его выпуклость оказалось возле детского пупка, осторожно при этом проводя движениями с надавливанием ребер ладони по краю животика. Не стоит прикасаться к району подреберья справа, там располагается печень, выступающая у крохи из-под нижнего края. Кроме того, необходимо осуществить надавливающее движение от правого края до левого. В теле ребенка именно так идет толстый кишечник. Подобного рода действия стоит чередовать с плавными, как бы успокаивающими движениями. Следующий этап – это легкое поглаживание ладонями кожи живота от верхней части до нижней по центру, от области ребер к околопаховой зоне. Проделав столь нехитрые движения стоит положить одну руку на животик, в то время как второй – осуществить поглаживание косых мышц живота с обеих сторон. Третий этап – поглаживание встречного типа. Необходимо провести левой рукой вверх по коже живота, а правой – вниз по направлению толстого кишечника. Спустя несколько мгновений можно осуществить поглаживание круговым движением по животику одной, а затем и двумя ладонями. Прекрасным эффектом обладает поглаживание живота, вырисовывая на коже букву «П». Для того, чтобы грамотно осуществить данную задачу, необходимо ладонью правой руки погладить живот с левой стороны сверху и до низа, а после осуществить движение углом от правого подреберья налево, а затем с верхней части и до нижней. Уже после можно начать вырисовывать вышеуказанную букву таким образом, чтобы рука поднималась по правой стороне живота, затем перемещалась справа налево и уже опускалась ниже. Такие движения при выполнении массажа во время коликов у ребенка лучший способ выпустить газы из толстого кишечника. Для этой цели необходимо приподнять ножки новорожденного и опустить их к животу, удерживая на протяжении 20-40 секунд. Можно будет наблюдать, как малыш будет активно тужиться. После завершения процедуры массажа стоит провести по животику поглаживающими движениями. Самое главное, о чем необходимо помнить родителям, желающим облегчить состояние ребенка, выполнение движений в рекомендуемом направлении по часовой стрелке. Это позволит выпустить газы из кишечника, так как массаж рассчитан на касание живота по расположению самого кишечника. Таким образом колики будут ослабевать и прекратятся спустя некоторое время. Помните, зная последовательность действий и искренне желая помочь в столь непростой момент, можно избавить ребенка от неприятных ощущений, вызванных коликами.